Здравствуйте, друзья! Сегодня продолжаем работу над WET-интерфейсом FELPROG и будем загружать программу в контроллер. То, что делали, чтобы у нас работали, там кнопки, вот это релёжки, чтобы включали терморегулятор, чтобы работал. Вот это сделаем и если ещё времени хватит, я хотел бы вот здесь ещё в этот момент настройками проекта заниматься, чтобы можно было вот изменить IP-адрес, точка доступа, IP-адрес, нет, не IP-адрес, а пароль и это имя сети клиента и точка доступа. Вот я никогда это не делал сегодня, если успеем, время будет, будем это делать. Если не успеем, то придётся, наверное, ещё третий урок сделать. Давайте начнём работать. Так, друзья, давайте посмотреть, что мы создали на прошлом уроке. Вот отключаем, вот включаем отладчик, подключаемся к веб-серверу и посмотрим, что у нас есть. Сейчас скажу, что надо будет делать сейчас. Так, вот мы сделали что. Вот в первом уроке вот это сделали. Сейчас нам необходимо сделать так, что здесь температура у нас показывали, показывали сколько установлено. Здесь установить температуру терморегулятора, сохранить, включать обогреватель, чтобы здесь включился и здесь работу реле обогрева показывали. И ещё вот эти релёжки, чтобы включались, выключились. И одновременно, что информация сюда дошла. То есть, вот эти индикаторы, что показывали состояние реле. Давайте начнём отсюда. В FL Proc. Первоначально делаем терморегулятор. Чтобы терморегулятор работать, давайте сначала сделаем, чтобы температура передавалась туда. Температура передалась в веб-страницу. Для этого, где система, вот отсюда запись системного параметра. Берём сюда. Открываем. Так, где пользовательские параметры? Вот здесь у нас есть температура. Выбираем температуру. Выбрали. Всё, теперь нам надо вот это передавать туда. А что передавать? Вот где выход температуры? Вот отсюда. Можно и этот FLUAD, но у нас эта настройка будет в винтеджере, поэтому соединяем. И что передавать? Вот надо взять такой детектор изменения числа. Вот это. Чтобы вот эти данные передавать, когда число меняется здесь, он это сохраняет это значение вот здесь. И там будет видно. Вот это сделали. Теперь вот давайте, чтобы пит регулятор. Вот у нас это включился. То есть температура на входе есть. А вот сколько установлено. Теперь давайте вот это. Берём чтение системного параметра. Вот это берём. Да. Здесь посмотрим. Открываем. И здесь опять, где пользовательские параметры? Вот здесь. Вот здесь. Которые установлено. Берём это. Подключаем. Подключаем вот сюда. То есть это вход. Сколько температура. А это сколько установлено. Так. Теперь. Теперь. Ещё. Чтобы установить. Чтобы установить параметр. Давайте ещё вот это берём. Так. Чтение системного параметра опять. Отсюда берём пользовательские параметры. И установить. Установить. Так. И запись системного параметра. Берём. Открываем. Пользовательские параметры. И где установлено. Вот это берём. Так. Вот это к входу. И опять детектор изменений. И числа. Нет. Здесь. Нет. Здесь неправильно. Не детектор изменений числа. А где вот это у нас было же. Там кнопка стоит. Вот чтение системного параметра. Отсюда берём. Вот где. Нет. Где пользовательские параметры. Пользовательские параметры. Вот установлено. Там у нас что было. Надо сейчас там посмотреть. Как у нас. Нет. Нет. Здесь. Вот здесь. А вот. Который сохранит. Сохранит у нас. Вот это надо брать. Вот. Который сохранит. У нас сохранит. Что ли. Сейчас посмотрим. Который сохранит. Так. Здесь. Может там по другому я назвал. Сейчас не помню. Так. Так. Где главная страница. Так. Температура. Установлено. 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 Сохранит. Вот сейчас. Вот сейчас посмотрим. Что за. Кнопка 5. Вот кнопка 5. Это сохранит. Знаешь там. Будем брать. Здесь будем брать. Кнопка. Кнопка 5. Пользовательские параметры. Вот кнопка 5. И. Кроме того. Здесь надо еще. Детектор изменения бита. Потому что у нас. То включится. То выключится. Вот так. При изменении. Чтобы сохранил. Терморегулятор. Так. Вот это тоже сделали. И. Теперь. Нам необходимо. Чтобы вот это. Ээээ. При включении. Чтобы терморегулятор. Включился. Так. Потом. Чтение. Системного параметра. Опять. Пользовательские параметры. Вот это обогрев. По-моему. Вот это было. Нет. Я не помню. Давайте еще раз там посмотрим. Это уже сколько дней прошло. Сейчас посмотрим. Что у нас там как. Эээ. Отладчик. Отладчик. Веб интерфейса. Так. Где главное. Так. Температура. Установлено. Текстовый документ. Установить поле. Сохранить кнопка. Потом. Обогреватель. Вот это. Который кнопка. И. Обогрев. Цветной индикатор. Обогреватель. Кнопка. Сейчас посмотрим. Какой у нас. Ээ. Вот. Только. Который кнопка. Вот это включает. А. Обогрев. Сейчас посмотрим. Обогрев. Обогрев есть. Так. Здесь. Вот это. Который кнопка. Пользовательские параметры. Вот. Который кнопка только. Вот это. Это включает. Вот это. И. Здесь еще. Надо. Вот это. Запись системного параметра. Взять. То есть. Вот это состояние. Чтоб там у нас. Было видно. Включено. Или выключено. Хотя. Хотя. Там. Можно. И. По-другому. Делаться. Ну. Можно. И. Так. И. Можно. Там. Прямую. Кнопку. Соединить. Ну. Давайте. Так. Сделаем. Так. Вот. Это. Сейчас. Ээ. Пользовательские параметры. Вот. Это. Обогрев. Обогрев. Так. Теперь. Вот это. Вот это. Вход. И. Еще. Опять. Детектор. Измене. Пита. Так. И. Получается. У нас. Ээ. Когда. Включаем. И. Когда. Включаем. Вот. Сюда. Ээ. Разрешает. Работу. Вот. Обогревателя. И. Это. Передает. Туда. Что. У нас. Включено. Так. А. Теперь. Давайте. Вот. Это. Загружу. В контроллер. Вот. Это. Долго. Будет. Происходить. Поэтому. Пока. Отключаешь. За кадром. Загружу. И. Посмотрим. Что. У нас. Получилось. Теперь. Друзья. Давайте. Этот. Посмотрим. Как. Это. Все. Работает. Что. Сделали. Вот. Отсюда. Сейчас. Давайте. Посмотрим. Сет. Вот. Вот. ЕСП-12 У меня. Эээ. Вот. Сейчас. То. Что. Он. Подключен. О. У меня. Вот. Точка. Доступ. Приторы. Это. С. телефона. Вот. Посмотрите. Вот. Так. А. Теперь. Подключаемся. К. ЕСП-12. Н. Ну. Там. Парол. Он. У меня. Сохранено. Как. бы. Я. Это. давно его делал, подключался, так вот подключаемся, и здесь, и здесь набираем IP адрес 10, 10, 10, 10, 1, 10, вот это, и вот посмотрите, что у нас, вот я попробовал, вот он у меня уже работает, температура показывает 28 градусов, установлено 30, давайте попробуем другую температуру установить, допустим 25, посмотрим, будет устанавливаться, да, вот 25 стал, давайте опять сделаем 30, 30, сохраняем, вот 30 стал, и включаем обогреватель, обогреватель включили, реле включился, но вот это, у нас обогрев не показывает почему-то, сейчас, я этот, на датчик температуры, вот нажму и посмотрим, температура будет увеличиваться, вот увеличивается, у меня там реле отключился, но здесь не показывает, вот это не показывает, так, давайте сделаем так, что он у нас показывал, посмотрим, почему не показывает, вот опять, сюда, вот чтобы он показал, вот отсюда надо информацию туда отправлять, я забыл вот это, сохранить, что, вот если обогреватель включается, отсюда надо, вот запись системного параметра, запись системного параметра, надо было, я это не делал, вот теперь, параметры, пользовательские параметры, где реле один у нас, вот реле один, выбираем реле один, сохраняем, вот это, отсюда, вот, что будем передавать, вот это, чтобы вот здесь, что было, это передался туда, и кроме того, надо отсюда детектор изменения бита, надо еще, чтобы при изменении состава не передавал, это что у нас включено или выключено, вот еще, так сделаем, так, вот это, сохраняем, все, теперь, вот это я загружу туда, и опять за кадром сделаю, потому что он у меня очень долго, там несколько минут загружается, почему-то очень долго, поэтому давайте я загружу, потом посмотрим, что, друзья, загрузил, вот это, то есть, вот дополнение, вот это добавили и загрузил, давайте сейчас посмотреть, как это работает, вот отсюда опять подключаемся к ESP12, вот подключились, и здесь опять набираем 10, 10, вот это, так, вот посмотрите, температура показывает 28 градусов, вот эти нули, и давайте сделаем 30 градусов, опять 30, сохранить, у нас почему-то обогрев был включен, вот посмотрите, вот обогреватель включаем, включаем, включился, и реле тоже здесь показывает, что включено, теперь давайте, температура увеличим до 30 градусов, посмотрим, что происходит, вот видите, уже за 30, реле выключился, опять включается, то есть там ПИД работает, вот уже все, выключился, окончательно, вот палец убираю, сейчас опять остынет и все будет работать, вот уже 30, то включится, то выключится, потом постоянно включится, меньше будет 30, вот таким образом это работает, включился, отсюда, если обогреватель выключаем, вот выключили, выключился, включили, включился, температура увеличивается, все это работает, теперь давайте основные релешки тоже подключим, так, друзья, давайте уже как сказал, остальные тоже включаем, ну здесь давайте немножко, чтобы ясно было, вот это, напишем, вот это у нас будет плата терморегулятора, и добавляем еще, плату добавляем, чтобы этого не было, так, у нас вот остался, вот это, я, так, давайте, вот, чтение системного параметра, вот чтение системного параметра, вот это у нас первый будет, сейчас посмотрим, что у нас, пользовательские параметры, реле 1, реле 2, давайте здесь посмотрим, что у нас, что у нас, реле 2, так, это реле 1, обогрев, реле 2, освещение, вентилятор и розетка, теперь, давайте сделаем освещение, так, реле 2, реле 2 у нас, включает кнопка 2, вот, кнопка 2, там у нас, по-моему, я сделал, что сохранится, епром, и поэтому, этот, он после выключения тоже должен работать, сюда подключаем освещение, ну это тоже надо обратно туда отправлять, но есть еще другой способ, правда, я не проверял, не знаю, будет так работать, не работать, ну давайте, сделаем все, как уже там, наверху делал, а потом, может, потом проверю, как это будет работать, так, и запись, вот этого, вот отсюда опять, параметры, нет, пользовательские параметры, вот это, у нас кнопка, теперь реле 2, чтобы там, этот, показал, включено или выключено, отсюда, сюда подаем сигнал, что должен передавать, и детектор изменения бита, так, чтобы, так, раз, два, вот, и такой штуки, 3, наверное, еще, нет, штуки 2 надо, теперь второй у нас вентилятор был, вентилятор у нас, пользовательские параметры, 3, вентилятор 3, было, по-моему, и здесь реле 3, выбираем, опять пользовательские параметры, реле 3, сохраняем, а это у нас, другой, что там было-то, я не помню, 4, розетка, кнопка 4, и здесь реле 4, соответственно, реле 4, так, все, теперь, вот это, загружаю опять контроллер, давайте опять за кадром сделаю, потому что, очень долго это, у нас несколько минут проходит, друзья, загрузил, сейчас посмотрим, что у нас получилось, подключаемся к сети ESP12, набираем IP, так, вот это, так, теперь давайте посмотрим, освещение, включается, выключается, вентилятор включился, но реле не щелкает, розетка не работает, давайте разберемся, в чем дело, так, да, вот здесь опять торопился, вот эти выхода не включил, поэтому и там реле не щелкал, вот вентилятор включаем, вентилятор включили, потом розетку тоже включаем, видите, когда торопимся, всегда что-то не так, так, и теперь посмотрим, почему вот это не работает, опять, вот сюда заходим, матластик ветерфейса, так, у нас, вот главная страница, и здесь посмотрим, посмотрим кнопки, обогрев, розетку надо посмотреть, вот это, вот здесь, по-моему, неправильно, вот здесь надо установить значение, инвертировать значение надо, а там установить значение, вот, сохраняем это, сохраняем остальные, потому что там работает, а вот здесь инвертировать, то есть, видимо, из-за этого не работал, теперь, друзья, опять за кадром, давайте я загружу, а то долго, ну, через несколько минут включу, друзья, загрузил, давайте теперь опять посмотрим, что как работает, опять подключается к сети ESP, здесь, давайте вот это, обновим страницу, обновили страницу, вот всё, температура, всё, так, давайте включаем освещение, включился, вентилятор включился, всё, всё работает, выключаем, 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 и ещё вот это, обогрев тоже, опять проверим всё, сохранили, сохранились, обогреватель включаем, реле включился, вот включено, температуру увеличиваем, палец поставили на датчик, температура увеличивается, вот, пит работает, реле включается, выключается, всё, уже 301 градусов, больше не будет, палец убрал, остывает, вот опять включился реле, выключается, то есть, всё это у нас работает, теперь давайте, пойдём дальше, друзья, опять пойдём туда, в FL Proc, вот FL Proc у нас, и теперь, что я хочу сделать, вот здесь, где отладчик, в этой интерфейсе, где настройки, у нас пока ничего нету, в настройках, я хочу сделать так, чтобы, при подключении, вот эта точка доступа, здесь отобразился, IP адрес, вот клиента, то есть, отсюда, можно было, вот, ставить имя сети клиента, и этот, пароль для подключения, чтобы ставить, и, чтобы ещё, кроме того, здесь, ещё отобразился, после подключения, вот это, IP адрес клиента, у нас здесь, получение IP по DHCP, то есть, здесь, мы не принадутельно, IP адрес не вставляем, из-за того, что, вот это, в разных, этих, как его, точках доступа, там, этот, IP адреса могут быть разные, и здесь поставим, он не будет просто, работать, вот, поэтому лучше, вот, получить IP по DHCP, и посмотреть, какой потом подключиться, после, вот, сохранения, вот этих данных, вот, я, теперь хочу, так сделать, так, для этого, нам необходимо, вот, здесь добавляем, добавляем, вот, добавить, добавляем, вот, IP адрес, чтобы, нет, давайте, сначала, что делаем, здесь, заголовок делаем, добавляем заголовок, чтобы видно было, что это, это, имя, HTML кода, допустим, ну, настройка, настройка клиента, так, давайте, так, напишем, так, настройка клиента, вот это название, и этот, вот, здесь надо, сюда тоже, и это, как заголовок делать, прошлое видео, вы видели, наверное, я, как заголовок делаю, для этого, вот, надо, вот, такие скобки, здесь, H, здесь, 2, пускай, чуть крупнее будет, и здесь, в конце, конец заголовок, а то, если, если этого не ставить, везде будет, как заголовок, для конца, вот, так, делаем, и, опять, H, 2, напишем, все, вот это, сделали, и, теперь, после этого, тут добавляем, добавляем, сейчас, пользовательский, параметры клиента, здесь, IP адрес надо добавить, IP адрес, здесь тип параметра, нам надо, чтобы текст был, и здесь, название, название IP, IP, допустим, клиента, так, все, сохраняем это, так, дальше, сюда добавляем, текст в поле, системный параметр, так, параметры клиента, опять, здесь, имя сети, имя сети, пишем, здесь, поле ввода, здесь, имя сети пишем, так, вот так, имя сети, давайте, еще один параметр, добавляем тут, добавляем, так, опять, параметры Wi-Fi клиента, здесь, уже, пароль, надо, пароль, пароль, опять, текст ввода, это, надо, так, здесь, напишем пароль, пароль, написали, и еще, для сохранения этого, мы отсюда берем, родные кнопки, а то я попробовал, если отдельно, как-то сохраняю, он не сохраняется, почему-то, вот, пока, вот, здесь, где кнопки, так, кнопка для сохранения, оставляем, кнопка перезагрузки, нам не, не надо, все, теперь посмотрим, что у нас получилось, подключаемся к локарного сервера, виртуального, вот, теперь так, все, настройка клиента, а, здесь я почему-то перезагрузить, неправильно сделал, давайте поменяем, так, опять, кнопки, вот это, так делать, а это, использовать кнопку, вот так делать, так, опять, подключаемся, да, вот, теперь все правильно, здесь, вводим текст, потом сохраним, и сейчас посмотрим, что у нас получится, так, теперь, вот это, опять, загружаем в контроллер, загружаем, и, за кадром, опять, это сделаю, друзья, загрузил скетч в контроллер, давайте теперь, посмотрим, посмотрим, что у нас получилось, отсюда, опять, подключаемся к ESP12, подключились, здесь, вот это, обновляем, так, обновили, заходим в настройки, и отсюда, давайте, имя сети, вот у меня, вот это, Redmi, вот, с телефона, сейчас, Redmi, Redmi, вот такой, и, это, сохраняем, здесь, на ESP, включено, поэтому, у нас, ничего не появился, так, и, сейчас, подключаемся, к сети, Redmi, вот, подключились, и, еще раз, сохранить, нажимаем, вот, сейчас, появится, так, что-то, не появляется, IP-адрес, давайте, там, это, надо, опять, давайте, отсюда, опять, он, отключается, поэтому, еще раз, так, сейчас, а ну-ка, посмотрим, на месте, находится, вот, опять, отсюда, а, вот, он уже, вот, сейчас, уже появился, видите, 192, 168, 43, 241, сейчас, мы, подключены, к, вот, к ESP-12, подключены, давайте, теперь, подключаемся, к Redmi, и, набираем, вот, это, IP-адрес, вот, это, IP-адрес, сейчас, скопирую, что-то, не могу, ну, ладно, так, 192, 43, так, подключаемся, к Redmi, подключаемся, к Redmi, и, здесь, уже подключились, подключились, вот, посмотрите, подключились, к Redmi, уже подключились, и, здесь, набираем, вот, это, номер, это, IP-адрес, 192, точка, точка, так, нажимаю, точка, 43, 43, 43, там, этот был, что ли, сейчас, я не помню, 43 и 241, точка, и 241, 241, а, почему он, в поисках, у меня, в гугле, вот, неправильно, так, ещё раз, 100, 92, а, потом, точка, 43, точка, ну, почему-то он, поиск в гугле, начинает, да, что ты, будешь, сделать, да, что ты будешь делать, ой, вот, вот, посмотрите, теперь, мы подключились, вот, подключились, Уже у нас не вот это, вот здесь у нас уже не будет, если обновить страницу, его нету, потому что мы подключены уже вот к этой сети, и получается, что у нас все получилось. Вот отсюда опять давайте дадим допустим 30 градусов, вот сохранили, отсюда обогреватель включаем, включили, освещение включаем, вентилятор включаем, розетку включаем. То есть у нас все стало работать, вот все, вот у нас вот нагрел датчик, там включается, выключается, я извиняюсь, то есть то, что мы наметили, все получилось. Теперь я хочу еще вот это, где информация, вот сюда кое-что заполнить, там надо немножко html кодом работать, за кадром я текст делаю, туда вставлю и объясню, так, через несколько минут опять подключусь. Друзья, я видео вам немножко обманул, то есть вот чтобы IP-адрес получать, нет необходимости вот это подключаться к клиенту, вот у нас вот после того, как мы вот это сохранили, вот эти данные, у нас контроллер работает одновременно и как клет, и как точка доступа, поэтому вот контроллер получает отсюда, вот это IP-адрес клиента, подключает и это, то есть некоторое время надо, вот когда контроллер подключится и появится вот это, или можно, наверное, вот отсюда, вот это, на главную, зайти в другую страницу и обратно, и после появится, так. И я извиняюсь еще вот за то, что ваше время отнимал, там долго не замечаю, что здесь 168, я не набираю, поэтому хочу, по этому поводу хочу сказать, что вот это у меня все импровизация, то есть здесь не поставлено ничего, я то, что делаю, то и сразу показываю, и хочу сказать, что вот этот момент я никогда в жизни не делал, это первый делал, вот сейчас то, что вы видели, я, это очень интересный момент, вот это очень, то есть если вам необходимо какое-то оборудование делать для кого-то, вы не знаете, у него вот этот пароль, как и там, сет какой, IP-адрес какой будет выдавать этот сет, поэтому вот это очень удобно, вот первоначально вот подключайтесь через вот это 10, вот точка доступа, через это откуда вводите вот данные и после уже подключайтесь и так будет работать, и будет интернет там и все будет. Так, теперь дальше, вот я вот сказал страница информации, вот я сделал, здесь я через это, отсюда он не пойдет, у нас сейчас подключено, подключено RedBee, он интернета у нас нету, поэтому вот надо набрать вот это 192, 192 точка, точка 168, 168, точка 43, 43, и вот это уже появилось, подключаемся сюда, подключились, у нас вот все работает, как работал, уже все, видите, все работает, так, и давайте, где информацию, я страницу там сделал, вот информация, FL-prog, с помощью этой программы можно запрограммировать контроллер, не зная текстовых языков программирований, а выглядит это как рисование электронной или электрической схемы, подобная информация здесь, и вот нажимаем FL-prog, заходим в сайт, FL-prog, вот все, заходим, и как раз, вот эта первая страница, вот этой замечательной программы, здесь автор, вот автор Сергей Глушенко, я хочу поблагодарить за эту прекрасную программу, можно сказать, что вот эта программа, мой жизнь изменил корни, для меня уже хобби стал, как бы, очень интересно, вот все это делать, уже не надо гектар, гектар электрических схем делать для меня, в молодости, я уже 50 лет занимаюсь радиолюбительским стажем, у меня столько, сейчас вот при помощи одного контроллера можно то, что хотите делать, так, еще давайте посмотреть, вот обратно вернемся туда, вот, где вот это, давайте посмотреть, вот это как делал, я не буду, вот, не хочу заново делать, потому что тут текст надо писать, это время уходит, вот такой, здесь, вот это, где страница информация, вот, HTML, код делал, вот это, это заголовок сделал, вот, H2, Alligan равно центр, информация и, и, и вот ошибка, поэтому там все крупными буквами пишутся, вот, надо, вот, надо было закрывающий ставить, а у меня закрывающих нету, поэтому там текст у нас получился, вот, вот это, такими крупными, но сейчас, еще раз, давайте, вот это, через, вот это, вот это, в сервер, посмотрим, как у меня стек, в каком виде, я смотрю, почему-то они очень крупные стали, здесь тоже крупные, но, видимо, он уже сохраненная, вот это показывает, я загружу, еще раз, попробуем, так, ну, давайте, опять, здесь, короче говоря, вот это, у нас, вот, HTML-код, вот это, у нас заголовок, информация, вот, высота, вот это, H2, ну, после H2, еще есть один, это уже сам большой заголовок, и, и здесь еще второй, после этого у нас идет, вот, этот текст, опять, там, заголовок, H3, FL-PROC, вот это, вот это, заголовок, и закрывающий здесь, здесь, и здесь у нас, вот это, абзац начинается, вот абзац так, и вот это, текст здесь, потом абзац заканчивается, другой абзац начинается, подробная информация здесь, потом MBSP, MBSP, это у нас, это, ну, как тебя, объяснить, как объяснить, что-то слово забыл, ну, чтобы расстояние было, то есть, здесь, в HTML-коду, вот, вот, типа, вот, вот, типа, так нельзя делать, то есть, чтобы, вот это, какое-то расстояние было, вот это надо ставить, и здесь, это, ссылка, А, HRF, равно, HTTPS, потом FL-PROC.RU, и здесь, это, это, FL-PROC, то есть, вот это, где вот это ставим, вот это у нас превращается, слово превращается в ссылка, А, здесь, закрывающий, если не закрыть, вот, не закрывающий, не закрыть, у нас, дальше, весь текст уже, как ссылка получится, вот, такой простой, HTML-код, самый простой, что есть, HTML, вот, таким образом, здесь я это убрал, поэтому не сохраняю, чтобы все было, как надо, что там было, ну, да, текст, так, вот, вот, таким образом все это работает у нас, так, ну, не знаю, стоит загружать, или нет, надо будет еще загружать, в комп, этот, компьютер посмотреть, чтобы вот это, он у нас получается, весь текст идет, как отсюда, закрывающих не было, или что-то, я не пойму, ну, ладно, это не очень важно, я думаю, самый главный, вот отсюда ссылка есть, работает, так, и еще, что хочу сказать, вот, так, под видео, у меня, в описании видео, будет ссылка на мой сайт, где будет скетч, схему, я не буду опубликовать, уже, там, несколько раз я работал с этой платой, и там, везде, ранее, моих видео, везде есть, вот это, там, по выводам, выходы видно, вы разберетесь, какой выход, для чего, и термодатчик, я не помню, на каком выходе, сейчас скажу, С18b, у нас, это, к пятому, подключено, к пятому, пину, то есть, туда, и этот, штатно, его подключить, и через резистор, э, 5 килоом, надо, с плюса, к, управляющему, вот этого, электрода, вот, где, выход, да, туда, подключить, и у меня, он подключается, к 3 вольта вот это надо к 3 вольт потому что если подключить к 5 вольт может высокое напряжение попасть в этот как его контроллер и спорт контроллер то есть 5 вольт так вроде обо всем я сказал так дальше я уже не буду продолжать эту тему уже я думаю все по мелочам сказал я думаю это один из лучших видео уроков моё здесь сначала до конца я все как есть импровизация и все что делал я ничего не скрывал от вас за кадром я ничего личного не делал то что делал показывал и впервые вот этот момент использовал еще вот моих видео нигде вы не найдете вот этот чтобы вот меняться вот имя сети пароль нигде у меня нет такой теперь я делаю так спасибо опять большое за внимание до свидания